Что может быть выше и чище, чем искренняя и бескорыстная помощь от людей, которые ничего не ждут взамен? Именно такую поддержку вот уже не один год оказывают малообеспеченным гражданам, семьям, где воспитываются дети-инвалиды, талантливые и одаренные молодежи, представители предприятий и организаций Московского района. Традиционно в рамках большой акции «От сердца к сердцу с добротой» на базе средней школы номер 15 проходит настоящий праздник, где каждый участник может получить не только свою порцию радости и счастья, но и подарок. Мы ежегодно проводим акцию «От сердца к сердцу с добротой». Как правило, это идет после рождественских праздников, после Нового года, особенно после, когда наполнены все вот такими благими желаниями, благими чувствами. Мы сегодня очень рады к тому, что в этом году наши попечители, а также остальные предприниматели и другие формы собственности уделили большое внимание этому мероприятию. Мы стараемся привлечь сюда побольше предприятий наших районов, которые с удовольствием отзываются и принимают участие в таких мероприятиях и оказывают посильную помощь именно детям особенной категории, которая требуется в более, скажем, в заботе больше, чем обычные детки. Помощь никогда не бывает лишней, всегда найдется тот, кто нуждается в ней. Это не понаслышке знают семьи, в которых живет инвалид, которому каждый день нужны положительные эмоции, хорошее расположение духа и особенная доброта, исходящая из сердца. И как непросто бывает близким, которые, кроме того, чтобы беспокоиться о том, где и как зарабатывать средства для жизни, возвращаясь домой, должны дарить всего себя больному ребенку. Каждая ситуация сложна по-своему. Иногда даже сам знак внимания может подарить человеку веру и надежду на лучшее. Можно много строить, можно много делать, можно впечатляться какими-то большими делами своими, но надо обязательно быть с людьми, помогать их, обязательно видеть их судьбу, обязательно участвовать в их судьбе. И, наверное, все организации, которые состоят сегодня в нашем совете, они активны, может быть, подействовало вот этот духовный, как говорится, наш такой подъем руководителей в связи с тысячелетиями города Бреста. Везде сделать хорошо, везде делать красиво. И поэтому все достойно отнести своим обязанностям, обязательствам. Мы, я думаю, что в целом, мы делаем правильное дело, достойно делаем хорошие дела. Для меня это очень важное мероприятие, очень такое значимое. Творить добро всегда приятно, ведь добра много не бывает. Я хочу поздравить всех с наступившим Новым годом, с Рождеством, с наступающими рождественскими праздниками. Мы в этом году вступили в очень важный год. Очень многие организации отмечают столетний юбилей. Наш город вступил в тысячелетний юбилей. Будет очень много мероприятий. Традиционная акция «От сердца к сердцу с добротой» в этом году в Большом благотворительном реестре объединила порядка двух десятков предприятий. Независимо от размера и формы собственности, каждая из них является полноценным участником экономической системы страны, может зарабатывать и умеет не только содержать себя, но и помогать другим. Руководители пообещали, добрая миссия будет продолжена, а ее летопись пополнят новые истории. Жить в обществе, быть свободным от общества, как сказал классик, наверное, нельзя. И это принцип сотрудника Белгоспромбанка. Творить добрые дела никогда не поздно. И доброты не бывает много. Поэтому мы всегда участвуем во всех мероприятиях, связанных с благотворительностью в городе Бресте и области. На сегодняшний день благотворительному союзу есть чем гордиться. Его взаимодействие продолжается уже не один год. И во главу угла не ставится вопрос о количестве выделенных средств. В благотворительном деле важную роль играет участие. Ведь из капель, как известно, можно и море собрать. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.